Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи в программе «Абонент доступен». Сегодня ученый-астрофизик Юрий Ковалев. Здравствуйте. Здравствуйте. В СМИ недавно сообщалось о том, что раскрыта тайна частиц призраков из глубин космоса. А именно, вот я зачитаю, нашли связь между космическими нейтринами и вспышками в далеких галактиках с активными ядрами. Какое значение это имеет для науки? Смотрите, нейтрино – это наши такие разведчики вселенной, такие засланцы. Причем это самые ценные разведчики. Ну, вот если вы почитаете книжки там про всякие организации, которые как раз разведкой занимаются, самые ценные для них кадры – это те, которые родились на месте. Да, вот если я, скажем, главное разведительное управление России, то для меня наиболее ценным шпионом будет тот, который родился в Америке американец, потому что он родной там. Вот нейтрино совершенно такие же. Понимаете, какая штука? Они родились прямо там. Вот если мне хочется увидеть, вот действительно узнать, что происходит, например, в центре Солнца, вот мы считаем, что там термоядерные реакции происходят, но самый центр Солнца я увидеть не могу. Он для нас действительно закрыт. Излучение из самого центра не выходит. А нейтрино выходит. То есть ученым удается завербовать нейтрино, как разведчиков? Вы знаете, тут даже вербовать особо не нужно, потому что нейтрино совершенно добровольно передает нам информацию. Между прочим, примерно так же, как совершенно добровольно в свое время американцы передали Советскому Союзу секрет атомной бомбы. Для того, чтобы, соответственно, ученые, для того, чтобы был баланс в мире. Вот нейтрино совершенно добровольно летят к нам и передают нам информацию сначала про центр Солнца. Между прочим, как-никак, Нобелевская премия в начале 2000-х, доказательства именно через детектирование нейтрино, которые пришли от Солнца, что, как мы и предполагали, в центре Солнца происходят термоядерные реакции. Но это нейтрино относительно небольших энергий, и их очень много. Вот сейчас вас пронизывает в секунду и каждого нашего с вами радиослушателя несколько сотен триллионов солнечных нейтрино. Их безумно много. Но кроме них есть и другие нейтрино в космосе. Вот, собственно, про них, вы меня и спрашивали, это нейтрино значительно более высоких энергий. И их несравнимо меньше. И за последние десяток лет астрономам удалось поймать только около сотни подобных нейтрино. Ну, с нейтрино ведь интересно, что ещё, если не ошибаюсь, в 2011 году была теория, согласно которой нейтрино движется быстрее световой скорости. Хотя это сверх... Если правильно сформулировать частицы, которые передают мало информации. Но, тем не менее, сегодня мы видим, что эта теория оказалась несостоятельной. И, более того, появилась информация, что они движутся медленнее, чем скорость света. Вот что на самом деле сейчас известно? Это была ошибка. Это была ошибка, она была найдена. Нейтрино не двигается быстрее, чем скорость света в вакууме. Это не так. Однако, я заговорил с вами про начало 2000-х, да, Нобелевская премия за солнечное нейтрино из-за термоядерных реакций. А вот как раз примерно в те же самые годы ещё одна была дана Нобелевская премия тоже за нейтрино. И, кстати, тоже за солнечное. Они нам помогли разобраться уже не в Солнце, а в... Или наоборот, понять, что мы ничего не понимаем. В стандартной модели, которая описывает элементарные частицы, в рамках современной стандартной модели, масса нейтрино строго равна нулю. Только-то казалось, что это не так. Что масса нейтрино отличается от нуля. Скорее всего, она очень маленькая, мы не знаем, какая она. Есть только ограничения. Я даже наизусть не скажу, какие, но, скорее всего, маленькая масса нейтрино. Так вот, тот факт, что нейтрино бывает трёх разных типов, и тот факт, что они могут в процессе распространения Солнца к нам на Земле превращаться из одного типа в другой, это может произойти только, если у нейтрино масса отлична от нуля. Вот за этот результат была дана ещё одна Нобелевская премия. Фактически она означает, что нам необходимо развивать дальше нашу стандартную модель, описывающую элементарные частицы. А причина, почему нейтрино так вот выходит из Солнца и вообще могут выйти из центра чего угодно и прилететь в такие большие расстояния, связанное с тем, что нейтрино – это элементарная частица, которая подвержена только так называемому лёгкому и гравитационному взаимодействию. У них нет заряда. В общем, они практически ничем не взаимодействуют. И в этом, собственно, весь прикол. Но сейчас учёным понятно, откуда, каков источник нейтрино. Вот, смотрите, сейчас я вам расскажу, почему, собственно, эти нейтрино высоких энергий нас так вообще занимали. Штука в том, что единственный вариант, как можно родить нейтрино высокой и сверхвысокой энергии, это если у вас есть релятивистский протон, то есть протон, который двигается со скоростью очень близкой скорости света. А почему нас с вами так интересуют эти протоны, которые быстро летят? Потому что, простите, пожалуйста, очень тяжело ускорить, очень сложно ускорить. На Земле для того, чтобы ускорять такие массивные частицы, простите, но масса протона в 1800 раз больше, чем масса электрона. Мы строим там большие адронные коллайдеры, тратим, извините, миллиарды денежных единиц. Правда? Вот в частности того объединения стран, в которых вы сейчас состоите. А в космосе, интересно же, а как, кто, за счёт чего? смог разогнать в космосе вот эти массивные частицы. Поэтому, фактически, вот эти разведчики нейтрино приносят нам информацию о космических суперколлайдерах, простите, бесплатно нам доставшихся, космических ускорителях, которые каким-то образом, и как раз нейтрино нам помогут разобраться, каким могут разогнать протоны до скоростей и близкой скорости света, а уже протоны, в свою очередь, могут родить нейтрино. От тахеоны. То та теория, которая касается этой частицы, она гипотетическая, но, тем не менее, есть предположение, что она может как раз идти на сверхсветовых скоростях. Что наука говорит об этих частицах, и можно ли обойти скорость света, на самом деле? Слушайте, мало что знаю про тахеоны, не буду вам врать, поэтому не буду комментировать. Значит, вот... И вообще, кстати, вот вы сейчас прям наблюдаете перед собой, как раз пример зарождения того, что называется по-английски мультимессенджер астрономии, а по-русски наши коллеги предложили это дело называть многоканальной астрономией, когда мы получаем информацию о Вселенной из больше, чем одного информационного канала. Раньше мы использовали только электромонитное излучение, то самое, с помощью которого мы сейчас с вами общаемся, да, и вот, собственно, картинка моя тоже, это все электромонитные волны. Ваша картинка у меня более симпатичная в белой футболке, размытая в черной футболке. Это все электромонитные волны. Но вот есть дополнительный канал у нас, это космические частицы, информацию, которую мы сейчас используем, и есть канал еще и гравитационного излучения. Это я все к чему говорю? К тому, что вы видите перед собой классического представителя самого, что есть обычной астрономии, которая занималась электромонитным излучением, и я, к сожалению, в астрофизике частиц, а вообще в частицах разбираюсь не очень хорошо, поэтому про Тахионы вам навру. И, кстати, для того, чтобы получить те результаты, о которых мы с вами сегодня говорим, мы собрали группу из четырех человек, как раз одним из которых является Сергей Троицкий из Института ядерных исследований, как раз специалистом экстракласса по всяким космическим частицам, нейтрино, а я не особо. Ну вот интересно, что ведь скорость света, 300 тысяч километров в секунду, скорость света в вакууме, является неким ограничителем, в том числе и для исследователей, потому что вы изучаете квазары, это отдаленные объекты, очень отдаленные объекты, и получая о них информацию, мы получаем информацию о том, что с ними происходило миллиарды лет назад. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Только я, вы знаете, я привык на все смотреть позитивно, поэтому это не ограничитель, а это как бы данность, с которой мы работаем. Ну и, собственно, меня вполне устраивает, 300 тысяч километров в секунду, собственно, мне и на Земле хорошо, там есть народ, который про кротовые нормы надеется, мечтает. Ну ничего, 300 тысяч вполне, в общем, эти... Так, сейчас шучу, дорогие радиослушатели, шучу. В общем, тот разум, который построил нашу матрицу, или эту компьютерную игру, в которой мы все сидим, мы, конечно, понимаем, что невозможно же всю Вселенную моделировать за бесконечно короткое время, надо было какое-то ввести вот ограничение. Ну, спасибо, что дали нам 300 тысяч километров в секунду, это вполне неплохо, могло бы значительно хуже. Ведь солнечный зайчик, опять же, если мы говорим об ограничениях скоростей, он обгоняет скорость света, такая дискуссия возникла в редакции, сейчас, может быть, вам покажется, она дилетантская, но, тем не менее, возникла такая мысль, можем ли мы с помощью солнечного зайчика, который обгоняет скорость света, как мы знаем, передавать информацию, например, с помощью азбуки Морзе. Мы же можем солнечный зайчик направлять точкой-тире, точкой-тире, таким образом взаимодействовать с кем-то, допустим, кто находится далеко. Ну, теоретически. Так возможно? Ну, смотрите, какая штука. Про солнечный зайчик давайте мы все-таки и в вашей группе в радиостанции. Я надеюсь, вы там уже поспорили на что-нибудь существенное. Вот, собственно, о чем идет речь. Речь идет о том, что я могу встать на Земле и взять в руку лазерную указку, направить ее на Луну и начать ее очень быстро вот так вот двигать. Вот те, кто смотрит видео, вот я пальцем сейчас вращаю. Если вы, скажем, 90 градусов пройдете, не знаю, за долю секунды, надо прикинуть, вот эта скорость угловая будет достаточно для того, чтобы пятно от вашей лазерной указки на Луне двигалось со скоростью больше, чем скорость света. То есть вы наблюдали движение этого пятна со скоростью больше, чем скорость света. Но вы же понимаете, что в каждый момент времени из этой лазерной указки вылетают разные фотоны, и вы фактически видите изображение разных фотонов на Луне. И вот это вот изображение, которое... Простите, не изображение фотонов, а изображение, которое для вас сформировали эти разные фотоны, оно кажется, что двигается скоростью больше, чем скорость света. Никакого здесь нарушения, собственно, этого самого ограничения нет. И вообще здесь, должен сказать коллеги, что сто лет прошло, и это ограничение пока стоит. Ученые пока не увидели никакого серьезного, достоверного подтверждения, никакого не было эксперимента, который бы показал, что что-то может двигаться, материальное тело, какие-то частицы со скоростью, больше, чем скорость света. И здесь я добавляю всегда, может быть, вы обратили внимание, в вакууме. Потому что скорость света в веществе другая, например, скорость света в атмосфере Земли, она другая. И мы вполне можем иметь частицы, которые летят, влетают в атмосферу Земли, там рождаются, кстати, из-за соударения. Положим протон быстрый, влетел в атмосферу Земли. Кстати, самые энергичные космические частицы, самые-самые, которые влетают в атмосферу Земли, вот рекорд. Фактически их энергия сравнима с энергией... Вы что больше любите, хоккей или теннис? Я хоккей. Теннис, наверное. Ну, тогда оба примера. Значит, сравнима с энергией, с которой летит хоккейная шайба во время такого серьезного матча, пусть будет НХЛ. Или скорость, которая летит на подаче, теннисный мяч, ну, скажем, в турнире Большого Шлема. Вот это вот рекордные энергии тяжелых космических частиц, это протонов или каких-то ядер, атомов. И когда они влетают в атмосферу нашей планеты, то они взаимодействуют с атмосферой, начиная от кучи других частиц летать. Так вот, они в результате могут лететь у нас в атмосфере Земли со скоростью больше, чем скорость света в данной среде, в атмосфере. И благодаря чему рождается излучение, которое называется Черенковское. Больше я про это рассказывать не буду, но интересующимся просто забивайте в интернете Черенковское излучение, и Википедия вам в помощь. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, задавайте свои вопросы, участвуйте в нашей дискуссии. Сегодня пишите в WhatsApp 230-6191. Ну вот если вернуться к моему вопросу, который я задавала вам в самом начале, о связи между космическими нейтринами и вспышками в далеких галактиках, вот, наверное, любой обыватель спросит вас, наверняка регулярно спрашивает о том, а что это значит конкретно для меня, вот это открытие, в прикладном значении, что можно сказать? Ну вы же понимаете, что я регулярно подобные вопросы получаю, у меня есть там четыре разных варианта ответа. Ну давайте коротко я скажу такой, самый привязанный именно к квазарам, но если вы захотите эту тему развить дальше, то мы можем ее писать бесконечно. Да, пожалуйста. Каждый из нас с вами использует квазары в повседневной жизни, включая, я не знаю, вы же сейчас в студии, вы, наверное, как туда добрались, вы пешком пришли или на машине приезжали? Ну да, на транспорте, на лифте и так далее. А, ну лифт нам не поможет. Смотрите, любые системы глобального позиционирования используют квазары. Там GPS, GLONASS, Галилео, ну опять же, если вы в Европе, Галилео сейчас там раскрывается. Им нужно знать с высокой точностью, как вращается Земля, потому что ось вращения Земли, ее направление меняется, и измерения это проводятся по квазарам. Есть специальные системы в Европе, в России, в Соединенных Штатах, которые наблюдают квазары, ну там раз в неделю, пару раз в неделю, некоторые каждый день зависят от задач. И они просто-напросто обновляют эту информацию, предоставляют ее системам глобального позиционирования. Если бы их не было, то просто-напросто эти системы не могли бы работать с необходимой точностью. И это один из очень многих примеров, но вот все-таки, наверное, еще второй будет правильно, и третий сейчас обсудить. Вот просто в результате нашей работы, работы я имею в виду астрономов, вот сейчас вот мой компьютер стоит у меня в комнате дома, и сигнал по нему, по Wi-Fi, идет, собственно, на раутер, и дальше уже к вам, и все нас с вами слышат. Вот Wi-Fi придумали радиоастрономы, и изначально использовали для себя. Первая версия Wi-Fi была использована нашим радиоинженером в Нидерландах. Он потом переехал в Австралию, доработал эту штуку, запатентовал, и сейчас, собственно, организация, в которой он работает, получает, по-моему, порядка миллиарда в год, что ли, ну, 600 миллионов. Вот. Ну и, понятно, последний пример. Вы видите мою картинку, я вашу. Собственно, это ПЗС-матрицы, которые придумали астрономы, которые утомились фотографировать на фотопластинке, а потом их оцифровывать и анализировать. Собственно, мы это сделали для себя, потом техника, понятно, была отработана, и сейчас они стоят, лежат в кармане, стоят на компьютере и так далее. Если же говорить конкретно про нейтрины и квазары, то смотрите, какая штука. Ну, вы, я же почувствовал, вы обратили внимание, что я на ваши вопросы не ответил. Вот давайте сначала, я про него поговорю, который вы в самом начале задали. Не ответил? Не ответил. Да-да-да. Правильно, следите за мной. Дело такое. Вот эти 100 штук, которые нейтрины высоких энергий, ну, мы набрали за 10 лет на нейтринном телескопе, который находится на Южном полюсе, и сейчас есть второй в России и вводится в эксплуатацию на Байкале, но мы использовали пока вот данные американского телескопа, который на Южном полюсе находится. Ну, около 100 штук за 10 лет, и действительно мы не знали, откуда приходят эти нейтрины высоких энергий, чтобы, собственно, разобраться, откуда они приходят, позволить, по крайней мере, показать пальцем. Так, они приходят от этих объектов, то есть эти объекты в состоянии работать как космические ускорители. И вот фактически мы, народ лет, ну, 5-10, искали, но искали не так, как мы, искали под фонарем, не буду рассказывать подробно как, но это была такая очевидная совершенно идея, которую я совершенно разделял, и она не сработала. И вот нам пару лет назад пришло в голову, а почему попробовать немножечко более хитро использовать данные именно радиоастрономии, которые видят такие вот вырывающиеся горячие струи плазмы. И оказалось, что это вот ключик к разгадке, и мы смогли связать вот эти вот нейтрины высоких энергий с квазарами, да. Вот фактически сравнивая данные, которые нам дал нейтриный телескоп, с данными, которые дают радиотелескопы по всему миру, и включая очень важный для нас здесь из-за своей программы наблюдений, опять же, российский телескоп Ротан-600, который находится на северном Кавказе, в Карачаево-Черкесии. Если же говорить в будущее, опять же, возвращаясь к вашему последнему вопросу, как это может быть полезно для народного хозяйства, ну, фактически, мы разберемся, как работают ускорители рядом с черными дырами в квазарах. Будет ли это полезно в прямую? Например, это поможет ли нам это построить лучше ускорители, которые там стоят на земле, да? Поможет ли нам какие-то еще другие задачи решить? А черт его знает! Вот просто опыт показывает, дорогие друзья, что если вы вкладываете серьезные ресурсы в фундаментальную науку, то это вам воздастся, и воздастся с творицей. Но только не завтра, как хотят чиновники. Простите, послезавтра, или послепослезавтра. Просто будьте морально готовы этого ждать. Не ждите фундаментальной науки, выхода здесь и сейчас. Такого не будет, так это не работает. Но если смотреть на нейтрино, как на разведчиков, как вы сказали, вот сравнили их с разведчиками, что они помогают узнать нам и вам, как ученым, о черных дырах? Фактически, они нам уже сказали, вот результатом нашей работы, что центральные машины, квазаров, или центральные машины активных галактик, в состоянии ускорить такие массивные частицы, как протоны, до скорости, близко к скорости света. Почему я использую слова центральные машины? Потому что это не только черные дыра. Была бы там голая черная дыра вот в центрах далеких галактик, вот этих активных, она там миллиарды масс Солнца. Вот представьте, миллиарды Солнца вместе и еще и черные, там, горизонт событий, так просто не выбраться. Но все смотрели фильмы голливудские, в общем, страшное дело. Одна черная дыра не поможет. Дело в том, что вокруг нее есть диск из пыли и газа. И этот диск из пыли и газа, у него еще есть в нем магнитное поле. И вот облака, эти газопылевые, которые находятся близко к центральной всех массивной черной дыре, они начинают на нее падать. Часть из них попадает под горизонт событий, и все, мы больше о них ничего не узнаем. Часть вот как раз ускоряются. Но вместе с ними как бы падает в мороженое в них магнитное поле. И оно закручивается центральной крутящейся черной дырой в такую пружину. Благодаря ему начинают стечь токи. И вот они теперь мы знаем. Наверняка. Раньше, честно говоря, ну, кто его знает, они в состоянии ускорять массивные частицы. А раньше мы не знали. Ну, может, они только электроны ускоряют эти легкие. В общем, любой дурак их ускорить может. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Юрий Ковалев у нас на прямой связи, астрофизик, ученый. Оставайтесь с нами. Да, мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи астрофизик, ученый Юрий Ковалев. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 230-6191. Миссия «Радиоастрон» завершилась она официально в прошлом году, насколько нам известно. Чего удалось достичь в рамках этого проекта? Вначале про то, что завершилось. Завершились наблюдения. Завершились наблюдения. Что касается, собственно, обработки, анализа данных, получения научных результатов и публикации их в научных статьях, рассказах, то мы ожидаем, что у нас еще будет как минимум лет пять активных. Под активным я подразумеваю, что, собственно, научные группы, которые предложили те или иные задачи для проекта, собственно, будут продолжать обрабатывать данные, публиковать результаты, рассказывать о них. Но и даже на этих пяти годах не завершится работа с данными «Радиоастрона», потому что в соответствии с нашими правилами, после определенного периода, кстати, не очень долгого, данные, которые получила та или иная научная группа, они становятся публично доступными вообще для всех. И как раз сейчас формируется уже финальная, долгосрочная, что ли, версия нашего архива с данными «Радиоастрона», и мы надеемся, что он будет доступен ученым в течение очень-очень-очень долгого времени. И вы знаете, что чем успешнее телескоп, вот, может, вам это покажется контраинтуитивно, чем успешнее телескоп, тем больше публикаций, выходит не научных групп, которые подали заявки на наблюдение и получили доступ к телескопу, а именно других научных групп, которые просто используют архивные данные. Пока большинство публикаций «Радиоастрона» как раз его родных научных групп, но мы очень молодые, и как раз надеемся, что со временем все больше и больше людей будет просто со стороны приходить использовать наши данные и получать на них, на их основе научные результаты. Хотя проект, конечно, непростой. Непростой в смысле обработки анализа данных требует значительных усилий профессиональной подготовки. Поэтому как раз он завершился в смысле наблюдения, но даже близко не завершился в смысле результатов. И там, например, русские не очень любят использовать слово «последнее», поэтому используют слово «крайнее», которое я узнал у филологов неправильно, на самом деле, по-русски. наиболее свежее, используя такое странное словосочетание, статья у нас вышла, по-моему, месяц назад в американском журнале «Estrophysical Journal» про один из интересных объектов. И работа продолжается. К сожалению, правда, у нас наши регулярные встречи, когда мы съезжаемся вместе, научные группы пока не случились, но ничего страшного. Удаленно тоже можем работать. Но все-таки какие-то достижения, которые сейчас... Да, я помню. Но вы следите правильно. Собственно, наверное, вещи, которые мне наиболее близки и интересны, это оказалось, что те самые квазары, про которые мы сегодня уже говорили, что они значительно ярче, чем мы считали раньше. И опять история про центральные машины квазаров. Похоже, вот фактически тут наши результаты радиостроновские вместе сходятся с результатами, которые мы получили по нейтрино. Похоже, что центральные машины активных галактик в состоянии намного более энергично ускорять частицы, чем астрофизики считали последние, ну, скажем так, полвека. Это первый такой серьезный прорывной результат радиострона. Второй очень важный результат, про который бы я сказал, это... Раньше мы думали, опять же, будет легко сейчас мне про это говорить, что центральные вращающие черные дыры именно они и только они участвуют в формировании горячих выбросов, таких вот узких веществ из центров галактик. Радиострон показал, что это не так. Активную роль сейчас играет в этом и вот диск из пыли и газа, он тоже, вращаясь, дает свою серьезную роль. Третий момент, про который я говорил, это радиострон просто открыл новый эффект рассеяния радиоволн в нашей галактике, и это принципиально важно, если нас интересует исследовать центральную черную дыру в нашей галактике, потому что такая получилась нехорошая история, дорогие друзья, что черная дыра в нашей галактике, которую мы 4 миллиона масс Солнца, мы ученые смогли измерить, она за разу скрыта от ученых за плотным облаком пыли, и излучение от нее рассеивается. Его нужно учитывать, если вы хотите вообще ее увидеть, эту черную дыру, точнее не саму дыру, понятно, что вокруг нее происходит. Вот, и радиострон разобрался, что оказывается, есть совершенно неучтенный эффект рассеяния, который принципиально важно принимать во внимание, когда ученые пытаются сфотографировать, скажу таким же журналистским языком, сфотографировать центральную черную дыру в нашей галактике. Тоже очень серьезный вклад радиострона в эту область. Ну и последний момент, который, я знаю, вас интересует, это про гравитацию, вот здесь надо все-таки сказать, что мы пока точку не поставили, продолжаем работать. Пытаемся Эйнштейна с постамента столкнуть, но он пока стоит как столб. То есть вот эта история с теорией относительности, она пока еще не... Да, вот я перед нашим эфиром, я прямо связался с гравитационной группой, они как раз собирались виртуально, удаленно, сейчас я скажу, на прошлой неделе, вот, скажу, ну что, ребят, как у вас там? Мне говорят, нет, пока стоит Эйнштейн. Но если говорить о теории относительности, то получается, у вас какой был план насчет Эйнштейна? Так как он сделал с Ньютоном, то есть Ньютон ведь остался в истории, но тем не менее Эйнштейн его подкорректировал или хотели вообще? Нет, 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 собственно, как Эйнштейн с Ньютоном мы так же... Вы сказали, что мы хотели, но нельзя тут так, да? Ну вот мы сегодня, между прочим, уже два раза такие примеры обсуждали. Вот сейчас вы сказали Эйнштейн с Ньютоном, а еще же, извините, мы сегодня обсуждали нейтрино со стандартной моделью, которая описывает взаимодействие элементарных частиц. Ведь, собственно, нейтрино сказала, что стандартная модель не работает, потому что у нее оказалась масса неравная нулю. Мы фактически собирались проверить то же самое. То есть если бы у нас оказалось, что часы, которые тикают на Земле и часы, которые тикали на борту нашего спутника, ну, тикали это условно, да, это водородные там стандарты частоты, такие очень атомные часы, такие очень хитрые. Если бы оказалось, что общая теория относительности Эйнштейна, ее предсказания не соответствуют тому, что мы увидим, да, тогда бы мы его, ну, понятно, не сбросили бы, а сказали так, ну, слушай, тут надо рядом присесть. Вот, дай, пожалуйста. Вот, конечно, о таком речи. Но теория относительности Эйнштейна, на самом деле, у нее есть некий срок годности. То есть, понятно, что история Ньютона и потом корректировка уже Эйнштейном показала, что любая даже такая фундаментальная теория может быть подкорректирована. Вот Эйнштейн пока выдерживает, как мы видим, проверку временем, но тем не менее, как вы считаете, есть ли срок годности у таких теорий? Мы об этом узнаем, когда потребуются их изменения или поправки, правда? Ну, вот, я сегодня уже упоминал про черную дыру в центре нашей галактики. Вообще-то, одна из причин, почему нас это очень интересует, и вот новый российский проект «Миллиметрон», который как раз будет нацелен на исследование черной дыры в центре нашей галактики, одна из интересных задач, которой будем заниматься, это как раз снова проверять общую теорию относительности Эйнштейна. Почему? Потому что, наблюдая центр нашей галактики, мы сможем увидеть, как ведет себя вещество рядом с очень массивной черной дырой, для которой мы с высокой точностью знаем массу, благодаря исследованию звезд, которые вокруг нее летают по орбитам. Нам просто Кеплер помог. Благодаря использованию обобщенных законов Кеплера и наблюдая, как вокруг черной дыры летают звезды, мы смогли измерить ее массу с высокой точностью. Ну и расстояние до центра нашей галактики мы знаем очень хорошо, потому что близко она относительно, там, всего 50 тысячестовых лет, если я не набрал. Вот, и благодаря этому мы сможем проверять общую относительность Эйнштейна, вот исследуя, что происходит рядом с центром черной дыры в нашей галактике. Может быть, и там она подтвердится, ну и молодец, Эйнштейн. Вот, черт его знает, сколько это срок годности. Ну, я, честно говоря, думаю, что до нашей, могу ошибиться, посмотрим, да, дам такое предсказание, до нашей своей пенсии она выстоит. Могут ли вообще ученые в этом смысле давать какие-то прогнозы и временные рамки, потому что вот, ну, буду буквально сейчас РИА новости, читаю новость 19-го года, что физики из России через год завершат самую точную проверку теории Эйнштейна. Ну, то есть, там вы как раз давали комментарии, говорили о том, что примерно через год появятся первые итоги. Вот всегда ли это соответствует тому, что говорят ученые, или иногда результат бывает непредсказуемым, и через год, например, не удается там опубликовать то, что планировали. Конечно, конечно, вы по дороге можете получить какие-то дополнительные сложности, которые придут к тому, что вы тот или иной проект закончите позже, чем вы планировали. Вообще, это вопрос, который мы регулярно обсуждаем с российскими чиновниками, потому что, ну, простите, штрафовать людей, которые занимаются фундаментальной наукой за то, что они в срок не получили результат, но в этом как-то мало смысла. К сожалению, если вы работаете в рамках там госконтрактов, то это там прям прописано, штрафные санкции прописаны. Вот мы недавно подавали заявку на крупный проект, там прям формула, сколько вы денег должны вернуть государству, если вы там не опубликовали столько статей, сколько пообещали. Но это полбеды. А если вы какая-нибудь там космическая корпорация, которая имеет госконтракт на постройку того или иного уникального оборудования, и вы не сделали срок, потому что, ну, по дороге получили сложности, ну, то там до уголовных дел может дойти. Дело такое. Вы довольны тем, как наука фундаментальная финансируется государством? Подождите, кто вам скажет, что доволен? Никто не доволен. Что за вопрос в самом деле? Конечно, никто не доволен. Как-то всегда надо больше, но мы можем серьезно поговорить о том, что конкретно нужно улучшать. Вот. А так, ну, конечно, нужно. Но деньги не уходят в черную дыру, если использовать эту аналогию. Вы же прекрасно понимаете, что всегда можно увеличить эффективность использования денег, надо просто не перестараться, да? Вот. Но тут, как бы, вопрос в том, чтобы правильно финансировать правильных людей и правильно выбирать их, да? Достаточно такой большой вопрос. Там, как разделять базовое финансирование, которое у вас в контракте записано, и грантовое финансирование, там. Это все действительно такие очень серьезные материи. Вот я, когда был членом Совета по науке в Министерстве образования и науки Российской Федерации, мы очень активно это обсуждали с чиновниками, они к нам прислушивались. Поэтому ситуация явно, я скажу так, я считаю, что ситуация такая. Есть, несомненно, улучшения, но есть и нехорошие тенденции некоторые. Если вернуться к черным дырам и их значения, то есть понятно, что к природе, к космосу вопрос, зачем задавать не следует. Но, тем не менее, на ваш взгляд, какое предназначение у черных дыр, для чего они нужны, галактики, Вселенной, космос? Можно ли на этот вопрос ответить? Я отвечу, вы же прекрасно знаете, что если ты не хочешь или не можешь ответить на вопрос, ты его переформулируешь и ответишь на то, когда хочешь. Значит, я переформулирую ваш вопрос следующим. Мне кажется, намного более логично задать вопрос, есть ли у нас предназначение. И вот ответить на него, что наше предназначение это изучение черных дыр, вот в этом мне звучит намного, мне кажется, более логично. Да, вот говорить, что черных дыр предназначение, чтобы мы их изучали Все-таки я действительно воспринимаю нас как людей, которые наблюдают и изучают Вселенную, как такие букашки, которым повезло, достаточно серьезно, честно говоря. А некоторым особенно. Если так философски посмотреть, нужно ли Вселенной, чтобы ее изучали ученые? Я надеюсь, что ей наплевать. Ну что ж, вы можете нам звонить, уважаемые радиослушатели. Напомню, телефон из 672-12-93-9, 672-13-93-9. В июне 2019 года, как анонсировалось, должен был быть запущен российский космический телескоп «Спектр-РТ». РГ. РГ, да, простите. Произошло это и какие вообще у него задачи, если это случилось? Все пучком. Все замечательно. Мы безумно рады за коллег. Вы понимаете, у нас два из двух. Вот громадная космическая астрофизическая программа России, ну, в громадном смысле финансирование по сравнению с тем, сколько денег вкладывается в наземную астрономию. Вот эта серия, так называемая серия «Спектр», вот с момента, как разводился Советский Союз, и вот появилась Россия, вначале с громадными финансовыми сложностями, потом цены на нефть серьезно помогли, и даже денег на науку стало хватать на каком-то уровне. Сначала запустили «Спектр-Р» или «Спектр-Радиоастрон», и вот с ним все получилось замечательно. И вторым пошел «Спектр-Рентген-Гамма». Это спутник, который, по названию можно догадаться, изучает Вселенную вот в диапазоне рентгеновском и в диапазоне гамма. Ну, гамма многим не знакома, может быть, вспоминает что-нибудь типа там взрыв водородной бомбы, в лучшем случае. Ну, рентген мы все знаем, правда, там. Либо по фотографии руки жены самого рентгена с кольцом из учебника школьного, либо, если кто что сломал, там, вот. Так вот, именно в этих лучах этот спутник изучает Вселенную. Причем он такая совершенно клевая штука, когда он наблюдает прямо всю Вселенную, но не сразу, конечно. Он вот так вот вращается, и каждый день какую-то полосочку наблюдает на небе. И он должен всего вот за несколько лет своих наблюдений, если я не вру, три раза просмотреть всю нашу Вселенную. Он был запущен летом прошлого года не сразу. Не сразу, потому что были сложности. По-моему, это было связано с разгонным блоком, не буду врать. Но через какое-то время вот был отложен запуск, все перепроверено, и он был совершенно успешно запущен. Причем это был первый опыт советской и российской космонавтики, по запуску спутника в точку Лагранжи-Л2. Это точка, которая там спрятана от Луны, простите, спрятана от Солнца, за Землю. Особая здесь точка примерно в миллионе или полутора миллионов километров. Ну, понятно, что это не точка, а какая-то область. И туда успешно совершенно наши коллеги запульнули спутник. Великолепно он прилетел, стал работать. И коллеги говорят, что никаких серьезных технических проблем со спутником нет. Сейчас большая задача каждый день в регулярном режиме получать все данные, потому что если он данные сбрасывает на Землю, а там наземный телескоп, который этим занимается, система связи по какой-то причине сломался, соответственно, данные потеряны. Чтобы этого не произошло, дублируют наши коллеги все. В общем, все замечательно. Действительно, прям поздравляем коллег, здорово. Ну, а по завершении миссии можно ли связываться со спутником? Или в этом уже нет необходимости, например, если про радиоастрон? Радиоастрон потому и завершился, что с ним пропала связь. И, в общем, мы не очень этому были удивлены. Мы понимали, что ресурс после 7,5 лет остался уже не очень большой, потому что многие задублированные системы остались в рабочем состоянии в единственном экземпляре, что совершенно нормально. У него там ожидавшийся срок годности, да, 3 года был, он отработал в 2,5 раза дольше. Поэтому смысл, конечно же, есть, но, к сожалению, у нас нет такой возможности. У спектра рентгенгама такая штука. Он вначале должен будет несколько раз все небо отсмотреть, да, всю Вселенную. А потом будет уже работать по конкретным каким-то объектам наибольшего интереса, уже будет наводиться туда-сюда. И там тоже будет важно, чтобы с ним связь была, поддерживалась, как и сейчас в хорошем виде. Но, в принципе, связь, конечно, хорошо. Если она есть, то, значит, нет. А «Вояджеры», кстати, самые дальноудалённые, если я не ошибаюсь, искусственные объекты от Земли, они ведь периодически выходят на связь и передают какую-то информацию. Вот историческая роль «Вояджера» в науке, какова она, как вы считаете? «Вояджер» получил громадное количество научных результатов, и вообще-то он достоин того, чтобы по нему провести просто отдельную передачу, да. Поэтому я не буду сейчас пытаться из моей головы, там, пытаться быстренько набросать. Действительно, вот «Вояджер» – выдающаяся миссия. При этом надо понимать, что причина, почему он проработал такое громадное количество лет, успешно, и выжил вот такой длительный перелёт, в частности заключается в том, что он под это и был нацелен, да, то есть изначально его строили под то, чтобы выжить вот настолько долго в космосе. Вы это делаете, вот подобный длительный ресурс, за счёт чего-то другого, обычно за счёт веса, да, то есть вы просто-напросто ставите больше дублей, вы больше ставите защиту вашего спутника, электроники от космического излучения. И коллеги американские это сделали, и сделали абсолютно потрясающе успешно, благодаря чему он выжил, такой колесит, и сейчас фактически говорят, что вот, достиг края или даже перелетел за такой, как бы, край солнечной системы. Технологически это потрясающий, выдающийся результат. А науке надо посвящать отдельную передачу. Что касается квазарных штанов, расскажите, что это такое. Спасибо. Наши коллеги помогают с радио, спасибо, помогают нам раскручивать новый пресс-релиз, который вышел прямо сегодня утром, с пылу с жару. Вот, и мы в этом релизе рассказываем о том, что мы одели квазары в штаны, причём это не просто штаны, а это брюки-клёш. Клёш, да. Это брюки-клёш, да, это очень важно. И фактически оказалось следующее, что горячие выбросы плазмы, ну, просто горячий газ, да, который улетает из центра далёких квазаров, он сначала летит как очень такая узкая струя, и в какой-то момент совершенно определённый, он начинает расширяться более сильно, становится как бы более широким. И вот это действительно идея не моя. Это замечательная идея по названию пресс-релиза. пришла моему коллеге, одному из авторов результата, Александру Пушкарёву из Крымской астрофизической обсерватории. И вот действительно напоминает брюки-клёш. Вот эти вот выбросы горячего газа из квазаров, они выглядят как брюки-клёш. Сначала такой узкий растроп, а потом более широкий. И это очень важно, потому что фактически благодаря этому мы разбираемся в роли, которые играют в формировании подобных выбросов. Вот магнитное поле, о котором мы сегодня уже очень много говорили. И газ, галактический газ, который окружает выбросы, вот эти вот горячие выбросы в квазах. Фактически вот это открытие позволяет нам, с одной стороны, разобраться с этим, с другой стороны, как это неудивительно даже, оценить параметры центральной чёрной дры. Например, если упрощённо, то с какой скоростью она вращается. Вот удивительно, что квазары находятся, как известно, в миллиардах световых лет от Земли, и в то же время они такие маяки Вселенной, как, опять же, написанные в линке, и они, можно их использовать для навигации. Так и есть. Я могу на это ответить только словом «пожалуйста». Ну что ж, благодарим вас, да. Благодарим вас за это интервью. Спасибо, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Астрофизика и учёный Юрий Ковалёв стал гостем программы «Абонент доступен». Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания, хорошая вам рабочая неделя.